Блин, я вырос на твоих песнях. Любой ребенок хочет победить своего родителя. В какой-то момент придется либо делать попу, либо не петь эту песню. Ответственным за то, что этот брак сохраняется, является Саша. Беру свои слова обратно. Все благодаря мне. Родителю же надо что-то с этим делать, когда его ребенок говорит, вообще-то я сатанистка. Тут еще неизвестно, кто кого воспитывает. Мне кажется, что мы подопытные кролики. Боже мой. Мне очень важна связь с более молодыми. То есть вы конкурентки? Абсолютно. Мужчинам 50+, пожалуй, нет никаких вопросов. Давай, пожалуйста, 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 что-то делать! Наталья Ионова, она же певица глюкоза. Сегодня трудно узнать в этой элегантной женщине, бунтующего подростка, чье детство пришлось на 90-е. В 12 лет она успела воплотить главный страх любых родителей. Пила, курила и попробовала все виды наркотиков. Но в 15 благодаря продюсеру Максиму Фадееву стала звездой, а в 20 вышла замуж за красивого и успешного бизнесмена. Если бы это была сказка, то ровно на этом месте следовало бы написать слово «конец», обложив его изысканными вензелями и светушками. Однако настоящий вызов реальной жизни заключается как раз в том, что она просто продолжается. Что ж, спустя годы певица глюкоза по-прежнему блистает на сцене, что не мешает ей оставаться мудрой женой и беспокойной мамой двух дочерей, одна из которых в полной мере пошла по ее стопам. И сегодня Наталья Ионова в собственной семье имеет дело с бунтующим 15-летним подростком, а заодно и с серьезной конкуренткой по шоу-бизнесу. Мы, как я тут случайно для себя обнаружила, встречались 9 лет тому назад. Я просто была потрясена. Это как быстро бежит время. Юль, вы вообще прекрасно выглядите. Спасибо. У меня ощущение, что мы расстались буквально вчера. Это невероятно приятный комплимент, но тем не менее, мы будем честны, вам было 27, теперь 36, и вас за спиной уже выменовали несколько каких-то крупнейших, я бы сказала, юбилеев, в частности, 15 лет супружеской жизни и 20 лет на сцене. Да. Это все, конечно, к вам тоже мало имеет отношения. Мне самой иногда страшно, что эти цифры относятся ко мне. Как вы вообще относитесь к возрасту? Ой, ну как сказать? Я, с одной стороны, вроде бы его не чувствую, но иногда какими-то моментами, конечно, я... Ну, стареть не хочется. Стареть не хочется. То есть с возрастом есть некоторая конфронтация? Даже не с возрастом, наверное, больше конфронтация. Надо психологически, я думаю, как-то с собой работать, себя как-то к этому правильно подготавливать. Это же очень важно еще именно внутри сохранять вот эту молодость и при всем при этом принимать что-то новое, что приходит к тебе с годами. Что новое приходит с годами? Мысли. Много мыслей. Мне кажется, я никогда столько много не думала и не анализировала, не взвешивала свои решения, не боялась ошибиться. У меня есть просто подруги, которые старше меня, вот, и многим там 45-50. И я просто вижу, насколько они прекрасны, как они живут, с какой легкостью, как они умеют вообще пользоваться этой жизнью, и вообще, как они ее, с какой вкуснотой они ее проживают. Мне кажется, что в 36 мы больше загоняемся. И вот к 40, наверное, тоже. А дальше, я надеюсь, 40 лет, когда ты проскакиваешь эти 40, и дальше думаешь, а, так ничего страшного не случилось, и начинаешь жить с удовольствием. Все, да, и начинаешь жить с удовольствием, да, именно. Сложно ли оставаться все еще глюкозой? Я как-то никогда не разделяла глюкозу и себя. То есть глюкоза – это и есть я, а все, что со мной как бы происходит, оно происходит естественно. Мне это, на самом деле, очень непривычно даже, если меня у людей называют по имя-отчеству, и особенно какой-нибудь там водитель, если начнет, я говорю, так, все, сгинь. А что касается именно профессиональной моей жизни, то это как бы бренд, это мой псевдоним. Поэтому мне важно этот как бы бренд поддерживать, потому что это не только как бы мое имя и название, да, это может быть и какой-то там продукт, который я могу выпустить. Вот это, кстати, очень любопытный аспект и вопрос, потому что я думаю, что это вообще огромный вызов так долго находиться в профессии. Я заметила, что совсем недавним прошлым вы пытались искать сотрудничество с новыми модными и молодыми исполнителями. Да, как раз вот мое последнее творение, если можно так сказать, которое называется «Антистресс», я написала его совершенно с новой абсолютно командой. это такие очень молодые, прогрессивные музыканты, которые, может быть, где-то даже и ломают какие-то стереотипы. Мне очень было интересно поработать с ними, и на самом деле, когда мы записали трек, я в нем безумно сомневалась. И как раз и был какой-то вот, не знаю, внутри диссонанс, что совсем новое, совсем такое, очень экспериментальное. Хотя я люблю в этом жанре поработать. Но потом, вы знаете, стало вообще как-то мои песни, они все равно всегда как-то встраиваются в моей жизни в нужное время. До этого было сотрудничество с «Фараоном», было сотрудничество с Джараховым и «Литл Биг», вы делали вместе. Ну, с «Фараоном» у меня больше было такое актерское сотрудничество, я снималась у него в клипе. Но это же тоже, как сказать, для поддержания себя вот в какой-то форме. Ну, он меня сам пригласил. То есть не то, что я там напросилась. А нет, я думала, может, и вы, да. Это не ваша была лица. Но, конечно, приятно. Знаете, мне очень важна связь с более молодыми. Почему? Позволю себе эту фразу. Почему? Неужели я это говорю. Почему? Потому что они дают энергию. Они дают такую энергию, которую иногда, может быть, у тебя уже... Я не то, что жалуюсь, что у меня ее не хватает, но я просто люблю очень много энергии. Ну, в основном, конечно, там, с кем я работаю на студии, это уже люди взрослые. Такие взрослые, да. То есть я понимаю, что одно без другого не может. Потому что молодежи тоже не всегда хватает опыта, может быть, образования даже. Образования вроде им не хватает, но это и есть их прикол, потому что они ломают какие-то вещи, они не боятся, да. Когда у тебя есть четкое образование, вот так, 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 ты иногда боишься взять и сделать какую-то дурость, которая просто потом раз, и она становится каким-то крутым моментом в творчестве. А как вы себя чувствуете в их обществе? Ну, часто мне, конечно, говорят, если про молодые, блин, я вырос на твоих песнях. Вот как? Это отлично. И как? И как это воспринять? И глаза такие, и глаза. Вот. То есть люди относятся с уважением на какое-то прям такое вот прям для людей это, блин, для меня это было вау. Нескромно звучит, сорян, ребята, но что есть, то есть. Вот. И поэтому для людей еще срабатывают вот эти чувства, я не знаю, там, песня, под которую ты влюбился, песня, под которую ты болел, ждал там любимого. А тогда теоретически вы должны себя чувствовать в обществе этих ребят, которые вот, собственно, росли под вашей песней, влюблялись, впервые целовались, так далее, немножко такой мамкой. Но вы знаете, они часто у моего возраста. Я уже в 17 лет, в принципе, была глюкозой. Поэтому здесь всегда смешанные чувства. Кто-то, там, я вырос на ваших песнях и туда-сюда, кто-то хранит в тетради. Ну, вот есть ребята, с которыми конкретно мы писали трек «Антистресс», они, ну, там, у меня моложе, там, 5-7, может быть, вот так, лет. Но я с ними чувствую себя абсолютно как-то, ну, наравне. Я не чувствую себя никогда мамкой, потому что у меня вообще в крови нет, у меня нету в ДНК мамки. Вы знаете, я сама всегда ребенок. То есть, мне кажется, это будет до старости. Вы знаете, вот у женщин, они тоже, у них есть какие-то тоже градации. Вот во мне мамки вообще нету. Вот это очень интересное соображение, что вы никогда не хотели бы быть мамкой, и вообще не мамка, и это вам не свойственно. Но меж тем, отметим, две дочери, одной уже 15, а другой 10, 11. Лида и Вера. Да. Отлично, засчитали. В этом году, летом, вы должны были выступать вместе с вашей дочерью, старшей, в парке культуры на выпускном. Да. Что вы пели? Это был один репертуар, одна песня на двоих, или это были две разные песни, и вообще, может быть, их было много, и вы каждый выступали как самостоятельный исполнительница? Мы каждый выступали как самостоятельная исполнительница, каждый выступал со своим репертуаром, у каждой было по несколько песен. Вот. Отлично просто прошло выступление, я ей очень-очень горжусь. Вот. Как мне показалось, она мной тоже. Она, на самом деле, не так часто вот до этого момента бывала на таких вот мероприятиях больших, или где-то прям, где я выступаю, и она прям говорит, мамка, это крутая, и она еще увидела, что и люди хорошо принимают, и все знают песни, и знают песни именно ее, как бы, поколения, да, то есть для нее это было приятно. То есть до этого она не подозревала, что это так? Ну, она не то, чтобы не подозревала, но как-то, может быть, на этом не фокусировалась, но вообще как-то от меня, знаете, все, она старается отойти, двигаться своей, она хочет сама, она хочет вот отдельная самостоятельная единица, что не у нее мама глюкоза, а что вот она, Рей, Лидия, и это ее заслуга, что ее вот, я говорю, ну ты пойми, что я все равно останусь твоей мамой, это не изменится. И на самом деле ко мне сейчас, вы знаете, намного чаще подходит еще с вопросом, вы знаете, мы видели вашу дочь, мы видели ее выступление, нам так понравилось, вот, то есть подходит именно уже по поводу ее персоны, а не то, чтобы я там интересую. А что за имя Рей или Лидия? Она таких, на каком? Ну, она по паспорту, как мы ее назвали, Лидия, но ее творческий псевдоним Рей. Он как-то переводится или нет? Ну, у меня с английским не очень, как я понимаю, Рей переводится как ворон на английском, вот, но у нее там есть своя какая-то философия. Я знаю, что вы не давали Лидии смартфон до 12 лет, вы это как-то рассказывали в нескольких своих интервью, и как я понимаю, видимо, и Вере тоже, да? у Веры сейчас последний год, он трудный самый, как говорится, но она очень ждет этот подарок, вот на 12 лет, да, придерживаемся. Почему? Чем обосновано? Вообще придерживаемся, чтобы был, ну, там, я не знаю, у Веры час, полтора часа в день, не больше смартфонов. Как только у них нет смартфона, сразу миллион всего, миллион настольных игр, времяпровождение, они приходят, они хотят пообщаться, они хотят просто даже с тобой поговорить. Как только у них есть телефон, в принципе, ты не особо ты их уже интересуешь, поэтому, конечно, вот мы с супругом решили, что... А чья это была инициатива? Ну, папа у нас очень как бы жестко в этом вопросе, очень серьезно, вот, но я его поддерживаю, я не могу сказать, что чья-то есть инициатива, мы как-то у нас очень... вопрос воспитания детей, ну, как-то у нас сложился сразу, у нас общая картина, вот, поэтому в этом плане у нас нет каких-то проблем. Ну, конечно, мы бываем кто-то добрый, кто-то злой полицейский, где-то мне жалко, где он говорит, что ты перегибаешь, ну, видимо, так природа устроена, что и когда есть мама и папа, да, что вы как-то друг друга можете подменять. Раньше у родителей другого поколения, вашего поколения, моего поколения, и даже у меня, как у родителей, еще были страхи такого рода за своих детей больше всего. Это дурная компания. Еще страх, что вподоле принесут девчонки. Вот это тоже очень волновало. Сегодняшнее поколение родителей, за что волновалось больше всего, и в частности вы? Какой у вас был страх? Я, вы знаете, как-то стараюсь не бояться и своих детей учу не бояться, если говорить о том, что там даже, не знаю, беременность в раннем возрасте у девочки, я веду с Лидой уже, как бы начинаем эти все разговоры, потому что она уже взрослеет. И, конечно, я говорю, допустим, какой-то такое бывает экстренный случай, такое вот случается в жизни, ранняя беременность, и я говорю о том, что вообще будем рожать и ждем. Она говорит, так, мама, все, отстань, нет. Я помню, как-то моя мама тоже мне так говорила, и у меня не было вот такого страха, но было больше ответственности. Я понимала, что... Что мама говорила? Что если вдруг... Ну, тоже говорила, да, что там, ну, говорила о том, что надо и предохраняться, и все это, и то другое, но если это случается, обеждательно приходишь домой, прежде всего мне, ты рассказываешь, что там, да, у тебя есть какие-то подозрения, мы вместе, там, я тебе помогаю принять это решение, захочешь, будем растить, там, туда-сюда, то есть, с таким ощущением, что... Что не проклято, а... Что, да, что тебя твоя семья поддержит в любом вопросе, ты, мне кажется, как-то более ответственен и вообще, в принципе, относишься к каким-то вещам. Ну, конечно, я переживаю, чтобы там, в жизни этого всего не было, но все-таки у них другое детство, все-таки они больше у нас находятся под контролем, и это другая, это обратная сторона, там, проблемы, допустим, этого поколения, что они, ну, больше, как бы, оберегаем их это, это, то есть, конечно, им хочется больше свободы, они должны учиться принимать какие-то решения, может быть, даже совершать какие-то не роковые, конечно, ошибки жизни, но... эмоциональный опыт у них сегодня мы чуть-чуть забираем, я бы так сказала, потому что мы всем им рассказываем, как будет, как будет, но все время тут-тут-тут подстраховываем, да, и это тоже плохо. Они про ваше прошлое знают что-либо? Ну, конечно, они смотрели много моих интервью, спрашивают, как-то сравнивают даже, а у тебя как было, мама, ты как? Но у вас же ваше прошлое невероятно контрастно по отношению к тому, к той жизни, в которой живут они. Как вы это объясняете? Мне тогда было 12 лет, и я снималась в кино, на тот момент, мне кажется, я вообще попробовала все наркотики, которые только существуют, и там же я попробовала портвень. Так получилось, что не рассчитала, так сказать, дозу. И Макс, я думаю, что меня просто в этот момент просто спас. Половина моих сверстников, с кем я выросла, с кем мы употребляли и тусовались, их просто нет живых. Мне кажется, иногда я задумываюсь о том, что я как бы выиграла какой-то лотерейный билет просто, что было миллион таких, Наташ, в городе, да, и вот, но с другой стороны, сегодня я понимаю, что нельзя какие-то вещи обесценивать, был Иролаш, был Борис Юрьевич, был большой какой-то путь, потом было кино, и в этом кино меня увидел Максим. И благодаря этому так было, да, то есть, если бы не было каких-то шагов и веры, и вот как бы вот этого всего, но все равно это чудо. Это чудо просто потому, что обстановка была такова вокруг вас, что вы совершенно точно могли погибнуть, поскольку уже в 12 лет вы уже и знали, что такое наркотики, и знали, что такое алкоголь, и собственно компания, вот та самая дурная компания, которой боятся многие родители, у вас была просто главным содержанием жизни. Да, это правда. Но, знаете, здесь своим как-то опытом, наверное, уже тем, откуда ты, это не объяснить. Тут важно их замотивировать, то есть, так же, как у меня, сработала мотивация. Когда я увидела Максима, я поняла, что все, вот эта лодка, и надо в нее прыгать, и вот это шанс. На самом деле, у меня родители даже на тот момент, это были очень сложные там времена, и все, денег не было, но я помню, как они мне дали там 200 долларов на тот момент, прям огромная была сумма, и я пошла в агентство, где обещали, что будут снимать в кино, но это было мошенничество, просто чистой воды. Мама, конечно, просто такая, что? Но все равно поддержала, и вот эта поддержка, вот это то, что у меня все равно получится, что в меня верят, что это сработает, она меня очень как бы двигала вперед. Потому что когда я им говорю, что ой, у меня было такое детство, такое детство, такое детство, он говорит, мам, ну у тебя было такое, а у нас другое, ну другое, мы что, виноваты, что мы в этом детстве? И действительно, сравнивать мое детство с ними, ну мне кажется, как-то неправильно, потому что они родились в другой среде, я не могу им передать те ощущения, я не знаю, навыки и всего остального. Я думаю, у нее другое будет противоречие, что не то, что мама, у тебя такое детство, а у нас другое, а скорее то, что, а почему, собственно, мы чего-то не можем? Они наоборот могут намного больше, мое детство мне только мешает, и сегодня я это чаще понимаю, потому что когда ты взрослеешь, ты очень четко понимаешь, чего ты не получил вот именно в этом совсем раннем возрасте, да. Ну, из-за того, что детство было сложным, не было времени заняться, может быть, какой-то больше, там, самооценкой, еще чем-то. Ты учился выживать. Вот. Выживать ты умеешь, оценить себя не очень. Например, мои дети, они очень хорошо знают себе цену, да. Но тем не менее, вы в прекрасном, очень насыщенном и интересном интервью, которое давали на канале у Джарахова, сказали, что вы не уберегли свой ангельский цветочек со всем своим замком и придворными. От чего был план уберечь? Ну, просто Ледусик меняла школу, и это был у нас такой сложный период в жизни. Он был совсем недавно, как я понимаю. Ну, нет, уже три года, как бы, прошла, она уже заканчивает школу Ломоносовскую. Я очень рада, что мы в эту школу попали. Прекрасный директор. И вообще, преподавательский состав ее супер понял. Но сейчас Леда ушла на заочные, поэтому у нас новая. Проблема? Я не считаю это проблемой. У нас новый экспириенс, я бы так сказала. Вся школа ее провожала на заочной. Директор, заучи, все с любовью, все очень хотят ей помочь, но так как она сейчас активно занялась своей профессией, она профессионально уже работает, зарабатывает, пишет песни, работает на студии, то есть у нее реально такой уже прям рабочий график. и поэтому вот школа нам предложила попробовать на одну четверть вот такой вот вариант. Для меня это звучит так, может быть, все выглядит не совсем так, но для меня звучит так. Все-таки из тех интервью, которые я отсмотрела, готовясь к нашей встрече, я понимала, что и из первой школы Леда ушла с некоторым скандалом. Ну, то есть, такое бывает, когда дети входят в какой-то пубертат, то вдруг взрыв, как бы, да, и ты точно откуда не ждешь. Из второй школы она ушла, и вы вся пресса об этом говорила, о той фразе, которую вы обронили в этом интервью у Джарахова, сказав, что а где детям курить? Но вот эта свобода, которая на нее свалилась, она, на мой взгляд, немножко с ней как бы не справилась. Но с другой стороны, а где детям курить? Вот где детям курить? Они в машине едут с водителем, они курить не могут. Стоп. И школа их не выпускает. А не выпускают из школы? Не выпускают из школы. То есть ты все время где-то, ты все время в школе. А есть дети, которые курят. Ну сделайте детям уже место для курения. Ну ладно, это я сейчас не как мама говорю. Это было как бы, ну вот сказано, ну в таком, как бы, знаете, в сердцах, но на самом деле... Я дострою свою мысль, что просто кажется сейчас, что когда ее отправили как бы на... Как это называется? На заочный? На заочный. Ну что это тоже форма школы, мол, как бы, Лид, пойди, давай, как бы ты пока на заочный, потому что мы с тобой тоже не справляемся, как бы, ну... Фу, ну давай, ты пока на заочный. Отвечу, отвечу на два вопроса. Первый по поводу этой фразы у Джарахова. Понятное дело, что я, как любой родитель, не хочу, чтобы мои дети там курили и все остальное. Но я, наверное, как любой родитель, считаю, что за курение из школы выгонять нельзя. А вы выгнали на за это? Ну, это было, да, как бы основной причиной, причем она была, как бы, там, не одна в компании, вот, но из-за того, что она, как бы, такая яркая, и вот только перешла, и такая более бунтарская такая у нее настрой, то решили, так сказать, компанию, разъединить компанию. Поэтому решили нам сказать, давайте-ка мы переживем. нынешнего заочного, почему заочный? Заочный исключительно из-за того, что у нее очень сейчас такой прям напряженный график. То есть у нее уже прям, ну, полноценно она начинает работать именно в этой профессии. А чем вы объясните вот такой вот странный бунтарский как бы взрыв, который происходит у ребенка, у которого есть фактически, ну, даже просто если ориентироваться на фотографии ваши в прессе, которые были ваши семейные, это такой очень и очень благополучный, состоятельный, мир, в котором все так чинно и размеренно. Это правда так. Это правда так, но, ну, во-первых, она такая родилась. Она родилась бунтаркой с самого начала. Это такой характер. Красивая жизнь вообще ей, вообще не для нее. Ей этот пафос не нравится. Она обожает вещи из секонд-хенда. То есть это ее прям, если она куда-то приезжает, она идет либо на базар, либо на секонд-хенд. В основном она вот, ей на метро проехаться, там, где-то пройтись, то есть она кайфует как раз вот, ну, чтобы у нее не было всей этой вот лакшери-подоплеки, и иногда я смотрю, даже там, стесняется кого-то пригласить домой, если это там новые какие-то люди присматриваются, чтобы, ну, как вот они будут реагировать, и не повлияет ли это как-то на их дружу. Как это интересно, смотрите, как эстетика, которая утверждала себя в 90-е как раз, вот этот весь этот лакшери-стиль, как он отрицается этим новым поколением. Да, но он не отрицается моей младшей дочери. Нет? Ну, подождите, ей всего 11. Это лакшери. И старшую это жутко бесит, потому что она кажется, что это воображуля, там, туда-сюда, надо быть проще. Она у меня такая, там, типа, борец за вот это все. А младшая такая более гламурная. С ума сойти. Да. И как же вы разрываетесь между ними двумя такими разными, будучи их мамой? Вы знаете, а во мне есть и то, и другое, на самом деле. Во мне есть и гламурность, я могу красиво нарядиться туда, сюда, и во мне есть погнали наших городских. То есть вы не расстраиваетесь, когда происходят какие-то скандалы, проблемы, разборки со школами? Вы говорите, о, да если... Это все по сравнению, ну, сравнение, наверное, не из лучшей изучения предмета, потому что мне нужно ориентироваться на то, что сейчас все равно, потому что это их жизнь, и мне нужно помогать им. Но если сравнивать, то, что я вытворяла, они просто ангелы. Ну, вот к вопросу об ангелах. Лида как-то утверждала, что она сатанистка. Да, но теперь у нас сейчас буддизм пошел. Ага. Ну, это все абсолютно укладывается... Нормально для молодого человека. Мы в процессе... Мы в процессе изучения. И познания. И познания, да. Но тем не менее, родители уже надо что-то с этим делать, когда его ребенок говорит, вообще-то я сатанистка. Вы знаете... Как мне упасть в ум? Главное, вот каким-то родителям надо, мне надо ничего не делать. Мне самое главное сохранять спокойствие в лице. Тогда это проходит. Как только я обращаю внимание на какую-то вот эту провокацию, да, а они знают, чем можно спровоцировать. Все. Это начинает задерживаться, это начинает культивироваться, это начинает наматываться, это начинается вот тебя прокачка. Я уже это как бы понимаю. Ну, хорошо, сатанистка сатанистка. А что с папой происходит в этот момент? Папа раньше иногда взрывался, конечно. Взрывался. Но мы учимся вместе с нашими детьми. Вот это я точно понимаю. Тут еще неизвестно, кто кого воспитывает. Мне кажется, что мы подопытные кролики. Они надо вам не ставить эксперименты. А что будет, когда мы закрываемся, знаете, тихо, плачем в спальнях, закрываемся и шепчем друг друга, друг другу тихо, чтобы они не слышали что-то. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Мы так не живем. Но среди вот этих провокаций, которые были, как я понимаю, была еще одна довольно серьезная провокация. Это про то, что Лида пыталась заявить, что она не бинарная персона. Как это случилось? Как она это сказала вам? Она сказала это на радио. Мне она этого не говорила. Вот смотри, буквально, прости, пожалуйста, я тебя еще любила. Совсем недавно, как раз таки помнишь, Джей Ло также на концерте представила свою дочь и представила ее как невиданную особу. Так и сказала. Вот если у вас, я прошу прощения, если я сейчас просто сгенерирую какую-то такую ситуацию, ты представляешь, твоя дочь приходит и говорит, мама, я как бы не определилась пока. Ну да, было такое. Как-то даже дома, я не помню, чтобы у нас были какие-то такие серьезные обсуждения, но вот на радио ей захотелось учинить манифест. Мне кажется, что сейчас молодежь, она тоже как-то сама с собой играет или ищет. Потом еще, мне кажется, все-таки кино, еще что-то, ТикТок, соцсети, часто там рассказывается о том, что там кого-то не принимают, кого-то там это-то. И дети, ну даже вот, как бы традиционной ориентации, начинают проверять родителей. А я вот такой. И смотрят. Что будет? Что будет, да. Можешь сказать, мама, привет, я там, я гей. Ты знаешь, я вот думаю, что я би. Или я там что-то такое. Когда начинается разговор о как бы сексуальности, они начинают ей интересоваться, да, вот это начало. И ты же меня примешь? Или ты меня там... И иногда даже звучат такие фразы, как, знаете, из сериала, какие-то клишейные даже. Ты чувствуешь, что это даже иногда и говорит не... Не сам человек, а как бы просто некая мода. Ну, ты это тоже понимаешь, поэтому я вообще стараюсь, ну, конечно, я никогда не пересмотрю столько аниме, сколько посмотрела Лида, что тоже, вот знаете, вот аниме, я надеюсь, она не будет смотреть это интервью, потому что я сейчас такое скажу, что я домой не вернусь. Ну, аниме, они тоже такие вот... Такие достаточно, ну, могут быть именно картинки такого содержания, там, жесткого, то есть мы поэтому все время тоже с ней там боролись, как можно меньше, чтобы она там этого посмотрела, еще что-то. Но когда это в моде, да, все эти дети смотрят это аниме, оно тоже... уже это понятно. Поэтому нужно четко сегодня следить, что в них, какая информация в них попадает. А как это можно следить? Ну, вот, держать с ними связь, чтобы они с интересом рассказывали и не сразу начинать осуждать. Здесь ювелирная работа, я не знаю, самая сложная работа это родителям быть. Я не возражаю этому. Если говорить, это работа, но понятное дело, что там все хитро придумано, там все хитро придумано, что ты все равно, блин, любишь, обожаешь и вообще. И все это перекрывает, все эти какие-то сложные моменты. Но вы-то как-то выработали в себе вот эту стойкость, чтобы главное и приняли это решение, на котором теперь делитесь, что главное не демонстрировать, что вас это как-то поколебало. Да, я старалась. На почве чего вы выработали эту точку зрения? Вот эту систему реагирования, понять, что ага, это провокация, здесь надо наоборот быть спокойной, потому что если даешь большую, ну как бы сильную реакцию, то это проверка. И что очень может быть, что за этим не стоит вообще ничего, кроме слов. Да, ну мне помогали профессионалы, я признаюсь честно, я обращалась к людям, которые... Психологам? Да. Психологи, которые помогали. Мы же на самом деле все без опыта, как воспитывать детей мы не знаем, как себя вести в каких-то ситуациях мы не знаем. И мы еще всегда опираемся, получается, на тот опыт, который у нас был. А его практически тоже как бы особо и нет. Вот. И поэтому, конечно, У вас, например, был такой опыт, вы о себе рассказываете, что тоже, может быть, совсем другие причины вас к этому подвигали, но вы очень долгое время чувствовали себя таким пацаненком. Что, глядя, например, на кадры из Хиралаша, очень даже понятно, что, ну, конечно, да, вообразить себе, что вот за этой девчонкой, которую ты видишь, там, маленькой, будет потом вот эта женщина изысканная сидеть. Спасибо, с ним стоп-комплиментов. Это просто невозможно. Картинки не складываются эти. Вы просто не видели, как я сюда заходила в студию? Нет, я не видела. Я вам не разрешала снимать. Вот, уже я там в каких-то валенках, лосинах, в какой-то кофте. При этом все равно бесконечно женственная. Но когда-то по юности лет вы говорили, что чувствовали себя пацаном и совершенно не могли принять свою женственность как раз. В чем была проблема? А ее просто не было, как бы. Ее не существовало. Были комплексы какие-то? Ну, комплексы, конечно, были, как у любого подростка. Мне всегда казалось, что у меня худые ноги. Я носила по две, по три пары колготок лета. Вот эта роскошная красота. В спрею сижу просто. Но нос на то с ногами толстыми. Вот. Ну, такой вот был. Ну, действительно, было очень худенько. Ну, кто-то сказал в детстве, ой, какая там что-то такое. Кто-то из родных или наоборот, кто-то на улице? На улице, да. Абьюзерства на улице было очень много. У меня в основном всегда друзья были мальчишки. Вот так, просто так, вот такая родилась. А потом как-то вот стала уже... Вот с Александром. С Александром встреча сделала меня женственной. Я помню, что я еще даже с ним познакомилась, я еще грызла ногти. А мне было восемнадцать. Так. И как он на отреагировал? Я детям говорю, не грызли ногти. Ну, вот так. Вот он меня полюбил такую в джинсах, в футболке. С обгрызанными ногтями. Абсолютно непосредственную, веселую, такую смелую. А потом он мне подарил первое платье. И я помню, там было такое декольте. Раза в три больше, чем сейчас. И я просто весь вечер, я просто даже не знала, как просто нагнуться даже на столе, что-то взять и съесть. Вот. Очень прям себя чувствовала некомфортно, но получила миллион комплиментов. Какая-то женственная, как тебе идет. Такая... И потом какими-то вот его подарками. Он всегда мне дарил какую-то сумочку, какое-то платьице. То есть он потихоньку, полегоньку вот создал такую вот эту девочку. И вам это понравилось? Да, меня это захлестнуло. Ну, то есть вы увидели, что, ой, а оказывается, это интересная игра. Я просто почувствовала свою, да, я почувствовала, что это тоже может быть еще один как инструмент вообще в жизни. Когда Лида играла в эту игру, назовем это так, это модная игра сейчас. Когда мы слышим, что у всех популярных людей, так или иначе, есть вот в семье такой ребенок. И это, так сказать, манифестация все продолжается и продолжается. Там, Илон Маск, да, значит, сын недавно стал дочерью, да, и, правда, трехся от него заодно. Актриса Науми Отц, там, один из сыновей стал дочерью. Меган Фокс воспитывает сыновей, они, значит, все одеваются в женские платья. Шарлиз Терон, значит, соответственно, тоже были сыновья, то ли сыновья, то ли дочери. Вот дочка Джейло недавно себя тоже объявила небинарной персоной. Это какая-то такая, ну, супермода и суперпривлекательно. И что можно этому противопоставить? Ну, как я анализирую эту ситуацию, я не могу сказать, что я в этом, в этой сфере могу себя заявить экспертом. Да. Ну, это ваше материнское сердце. На мой взгляд, просто стали больше об этом говорить, информация стала больше. Я не знаю, землетрясения всегда происходили, но теперь мы знаем, где, во сколько, сколько баллов, когда, да. То есть информация просто стала больше, ну, вот она происходит здесь мгновенно и сейчас. Я считаю, детям надо просто, вот как я, как мама, я считаю, что детям надо помогать проходить этот период, потому что дети могут заблуждаться. Дети могут что-то где-то услышать, увидеть, артистка, которая ему нравится, сказала так, или артист какой-то. Ты должен сказать, слушай, там, я не знаю, как я своим детям сказал, дети, вот, с периодом взросления, вот, все в вашей жизни случится, да, как бы, вот когда вы подойдете к этому моменту, вот так сказать уже, да, тогда вы почувствуете, кто вам действительно нравится, кто вам действительно в жизни нужен, кому у вас, вот, как бы, есть это сексуальное, там, влечение. Или ребенок, и так же, вот меня тоже можно было назвать тогда, да, никакой там, не бинарной личности получается, потому что им не бинарной, да, да, я еще не во всех, извиняюсь, разобралась во всех этих названиях, названиях, да, я до 18 лет носила брюки, там, какую-то футболку, я вела себя больше как парень, но мне нравились там, допустим, мужчины всегда, вот, но я всегда могла восторгаться, например, красотой женщины, то есть здесь это вообще очень такая тонкая, аккуратная тема, и когда ребенок начинает в ней определяться, вот тут надо аккуратненько помочь без каких-то вот давлений. Можно ли сказать, что сегодняшний мир очень агрессивно вмешивается в этот вопрос, когда формируются дети? Вы это чувствуете? Я считаю, что в нашем вот мире сегодня есть какие-то, вот знаете, вот просто вот, то есть с одной стороны вроде бы действительно там ты хочешь, чтобы там людей таких, да, общество абсолютно было и лояльным, да, чтобы это никак не отражалось на их жизни, чтобы они выбирали ту жизнь, которую им хочется, и там тех партнеров, которые хочется, ты хочешь в этом, как бы, да, чтобы у них это все было. С другой стороны, иногда ты понимаешь, что как бы уже это сообщество начинает уже перегиб в другую сторону. Иногда уже до смешного, вы знаете, даже дети уже так говорят, мам, сейчас будет обязательно такой, 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 потому что фильм вышел на Netflix, поняла, поняла. Я говорю, хорошо, давай, поехали. То есть можно сказать, что это поколение более остро реагирует. Да, я, допустим, нахожусь в шоу-бизнесе, у меня очень много друзей нетрадиционной ориентации. То есть, когда это в таком контексте, и я знаю, что именно вот те люди, которые, допустим, с которыми мы дружим, а там тот же гей-парад, они говорят, это уже, это кошмар просто. Это настолько ужасно подается именно, ну, как бы, это очень неприятная им ассоциация, на самом деле, да, с какой-то действительностью. Когда Лида пошла во вторую школу, вы сказали, что там было посвободнее, можно было, так сказать, выражать себя внешне как-то иначе, и у вас уже основала татуировка, которую Лида себе позволила сделать. Почему? Почему при вашей толерантности, лояльности? Она даже не то, чтобы сделала татуировку, она тут просто вот так вот долго-долго вот так вот себе ручечкой калякала, 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 и вот как бы, ну, накалякала такую маленькую, такую вот небольшую полосочку. Но потом прошло время, я уже думала, давай, я говорю, слушай, сходим на лазер, и давай эту штуку сведем просто. Она говорит, нет, пусть это мне напоминает об ошибках в молодости. Я такая, о-о-о. Я говорю, ну ладно, пусть напоминает. Ну, у меня у самой есть татуировки, но тоже мне сложно как-то, знаете, я сделала татуировки, у меня они тоже есть. И я смотрю, у меня там уже маленькая, когда еще Вера была, она уже себе на руке рисует. То есть запрещай ребенку, запрещай себе. Начни с себя. Сначала. Вы для них авторитет? Не знаю, мне кажется, что я для них любимая мама. Они меня очень любят, это я точно знаю, чувствую, за меня переживают. Но они хотят быть круче. Они хотят быть круче. И они и есть круче. Они уже круче, чем я. А в чем они хотят? А в чем они хотят быть круче? Во всем. Во всем хотят быть круче. Умнее, выше, сильнее. Школа закончится лучше, чем я. Песни спеть лучше, чем я. Одесса моднее, чем я. Все, чем я. То есть они такие, маленькие мои, такие мы в такой, как бы... Конкуренции. Конкуренции, да. Да, да, да. Как вы это воспринимаете? Ну, я стараюсь все равно на задний план, на задний план, на задний план. Отходить? Чуть-чуть отходить, да. Отходить так. Ну, допустим, даже вот если мы в какую-то там компанию приходим туда-сюда, я так куда-нибудь там в уголок, чтобы вот там... Мне просто уже приятно так со стороны даже понаблюдать, как они... Как они реализуются? Как они реализуются, да. А когда вы уходите в уголок, как вы себя чувствуете в этом уголочке? Я хорошо сижу так с шампусиком и посматриваете, как подросли дети и получаете от этого удовольствие. Да. Как в небе зажжется звезда, ты просто иди танцевать, это знак, давай сияй. Сегодня, когда случаются очень ранние браки, то все думают, что ну это так, это люди балуются, что называется. Потом разойдутся и найдут уже себе настоящую пару. Ну, во всяком случае, глядя на ваш брак с Сашей, можно было подумать, что когда-то из него можете сорваться, что вы, что он не выдержит. Но между тем, 15 лет вы уже вместе. Ну, вообще 17? 15 лет свадьбы. Свадьбы 15 лет, а 17, так еще и больше, ого-го, и восхищение. Но как-то вы сказали, что по сути ответственным за то, что этот брак сохраняется, является Саша. Что его, ну, возраст, мудрость какая-то, и такая позиция, и была вашей такой охранной грамотой. Беру свои слова обратно. Все благодаря мне. Да нет, на самом деле, конечно, в браке это всегда обоюдка, как говорится. Поэтому Саша, конечно, он все равно в нашей семье как бы глава. На нем все равно все держится. Он мужчина, и мы даем ему быть мужчиной. Что это значит? Ну, в плане того, что все равно мы все остаемся женщиной, мы знаем, что он за нас заступится, что в самый ответственный момент он все решит, и поможет, и подскажет. Вот. Но я как женщина, конечно, тоже должна оставаться женщиной. А это что значит? Смягчение углов. Наверное, это тоже моя одна из задач. Прежде всего, конечно же, это любовь. Потому что, если нет любви, можно сколько угодно работать над отношениями, все что угодно, но часто такие браки распадаются. Особенно именно, когда основа была не любовь. Я понимаю, что у любовь, там тоже у нее есть разные периоды. Периоды, да. И не все они нам нравятся. Вот. Но все равно мы любим друг друга. И когда все равно вот ощущение, что ты влюблен, вот даже считаю, что не надо тянуть со свадьбы, надо, если ты чувствуешь, что ты вот любишь туда-сюда, иногда тоже бывает любит, 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 а потом затянулись. Да, ее отношения зачахли. Все она как-то, да, все зачахал. Не бояться, ловить момент, окликаться своему сердцу, чувствовать, не всегда пускать даже разум какие-то вот моменты. Вы как-то сказали, что лет пять тому назад в отношениях был какой-то кризис, когда вы просто даже вот спали в одной спальне, но могли отвернувшись друг от друга почти там и не разговаривать друг с другом. А можно как-то, ну, не знаю, хотя бы чуть-чуть понять, с чем он связан, этот кризис? Просто потому, что прошло много лет, просто потому, что каждая семья обязательно натыкается на эту проблему? Мне кажется, что мы немножко просто разошлись в какой-то момент, именно даже вот просто тупо в каком-то жизненном расписании, да. У Саши были изменения именно в его карьере и, может быть, какие-то и внутренние тоже. Я говорю, 40 лет страшного возраста. А у меня наоборот, я там только вот, можно сказать, я только вот родила, все, я всех родила, я наконец-то могу немножечко почувствовать. Выдохнуть. Да, выдохнуть, почувствовать себя женщиной. И в этом плане был какой-то немножко, мне кажется, именно разсинхрон, что мне хотелось куда-то пойти, а ему, например, хотелось посидеть дома. Вот сейчас я могу сказать, нам обоим хочется посидеть дома. То есть мы тоже опять достигли синхрона. Мы наконец-таки встретились, да. Ну, понятное дело, что я вообще человек, мне все время хочется что-нибудь ушекорнить, чтобы все время мне чуть-чуть вот как-то вот чего-то не хватает. Какой-то остроты и перца? Ну, да, да, может быть, и остроты и перца тоже. Понятное дело, что, ну, все, что как бы видят наши, там, наша аудитория, особенно если мы снимаемся для журнала, это же не реалити-шоу, где нас снимают каждый день, все равно к нам приходят, но даже я к вам сегодня на программу собиралась по-особенному. Была в одном костюме, но сегодня мне хочется здесь, да, выглядеть красиво и хорошо, но наша семья все равно переживала разные моменты и грустные, и тяжелые, и какие-то были там переживания и родных, и близких, которые мы переживали вместе с ними. Вообще, на самом деле, последние три года, вот честно признаюсь, сложноватые. Иногда даже просто, признаюсь, честно, не хватало сил побыть просто женой даже. Вот, вот. И я очень благодарна моему мужу, что он со мной эти тоже моменты проходил, когда ему было тяжело. Я очень рада, что мы разговариваем. Я очень рада, что у нас это есть. И когда мы даже что-то прям не можем сказать, прям такое, что-то такое, что ты стесняешься сказать, мы пишем письма. Боже мой! Вот это да! Вот это просто потрясающий секрет. Расскажите, а как это случилось? Как появилась эта традиция? Ну, вообще, традиция появилась так, что, когда мы с Сашей только познакомились, он как-то не очень... Вот все мне нравилось, но он... не вот будет тебя осыпать там комплиментами, да, вот. Хоть у нее и есть кавказская кровь, вот. Но он молчаливый человек. Но он, да, без вот этого, а-а-а, я подарю тебе все, небо, солнце, луну, он подарит. Но молча. Но молча, да. И я ему говорю, слушай, ну, мне просто хочется иногда это слышать, и как бы, это как есть смешной там мем, когда там, любимый там, ты меня любишь, да, я тебе 16 лет сказал тебе об этом, да, если что-то изменится, я тебе об этом тоже скажу. И я говорю, мне бы хотелось, конечно, все равно чувствовать себя женщиной. Ну, вот хочется этого подтверждения, каждый день так вот, какого-то такого. И я говорю, давай ты будешь писать мне письма. Вот. И он стал писать письма. Потрясающе. Сентиментальное стало. В которых признавался в любви. Признавался в любви, рассказывал о своих каких-то, вот как бы, это прямо такие глубокие письма, я всегда после них плачу. Боже мой. Да, это очень трогательно. Вот. А потом стала я ему писать письма, думаю, так, словами не доходит. Сейчас я ему на кота. Ну, я шучу, конечно. Вот. Но это тоже очень такие письма очень-очень-очень личного такого прям глубокого характера, где ты можешь какие-то вещи сказать, которые, ну, не повернется язык. Ну, бывает такое. Вот бывает. Ну, да, которые в быту каждый день. Мы просто очень так друг к другу бережно относимся там. Мы не можем сказать там мне там муж там никогда там никогда никуда не послал. Вот. Никогда никак не там оскорбил, не обозывал там никогда ничего такого. Вот. Соответственно, когда этого нет, то ты как бы вообще и в претензиях, и во всем, во всем ты очень так как-то аккуратен. Вообще вот это взаимоуважение в паре, оно очень нужно. То есть если ты переходишь эту границу, там, ты дура, там, или ты что, тупая, там, или что, там, какие-то вещи, да, или там, ты что, идиот, там, я тебе сказала, там, иди сделай это. Все. Вот тут как бы, то есть уже, тут уже тебя могут растоптать как бы в любой момент. То есть нельзя, нельзя вообще даже позволять никогда. Это потрясающе мудро. Я абсолютно с вами согласна, но думаю, откуда вы это узнали? Вы... Я вот такая родилась. Родилась такая. Ну, во-первых, у меня бабушка вообще очень интеллигентная, и вообще у меня растила бабушка, она всегда такая, это ты, у нее там, вот. Но в вашей семье это было совсем по-другому? Родители у меня разные переживали в жизни, могу сказать. Они как бы вот, у них, и в их паре было много. Вот так. И вы наблюдали совсем другой тип отношений, в котором никто не смущался. Наблюдала тип отношений, но иногда я в себе прослеживаю мою любимую маму, которой я с годами, с годами, становится все больше и больше. Понимаю, люблю, обожаю, ценю, и говорю, как мамочка, тебе было непросто. Вот. Вот это как раз и есть возраст. Ну, то есть, вы о себе говорите, что вы росли в семье, и в вашем доме вполне могли даже ругаться матом. Да. И это вообще было, так сказать, основным способом отношений и общения. А вот такая природная мудрость, Наташа, правда, это вот тебе... Я не знаю. Я так чувствую. Я говорю то, что я чувствую. Ну, я просто не знаю. Мне кажется, что вот мужчина, который там даже тебя дурой назвал, я злопамятная. Мне потом сложно будет. Ну, я знаю, мы еще как-то договорились, когда вот начинали нашу жизнь, притирку. Я говорю, давай договоримся, что даже вот, если мы супер поссорились, ну, вот прям поссорились, да, там, все, типа, разошлись по разному комнату, то мы все равно не применяем никакие оскорбительные фразы. Ну, и как бы, и Саша говорит, и все равно ложимся спать в одну кровать. Я говорю, ну, хорошо, давай так. И пока, вы знаете, эти правила работают. Они очень простые, но они работают. Мне очень любопытен, вот еще какой момент, отношения с вашими родителями, о которых вот вы сейчас упомянули, что вы маму понимаете все больше и больше. Как вам удалось вообще с ними наладить отношения? Потому что детство, которое у вас было, его не то, что не назовешь счастливым, его в целом не назовешь благополучным. Пьющие родители – это серьезнейшее испытание для ребенка. Я знаю немало случаев, когда как раз, ну, если складывалась счастливая собственная жизнь, то некоторые не миновали искушение просто вычеркнуть для себя свое детство, словно говоря, и даже своих родителей, и даже своих родных. Просто отсечь, сказать, не было этого. Вот у меня как будто моя жизнь началась вот с моих 20, когда я замуж вышла. Ну, вообще, я очень благодарна своему детству, благодарна в плане каких-то наук и жизненных, которые я приобрела. Я просто изменила, во-первых, свое отношение к родителям. Как вам это удалось сделать? Ну, благодаря и профессионалам, и желанию свое отношение поменять. Вы пошли к психологам? Да. Что есть обиды, которые очень тяжело как бы носить внутри себя, и очень хочется их как бы проработать. И могу сказать, что мне очень-очень серьезно помогли эти сеансы. Ты же не помнишь, как мама ждала тебя, да? Мы вообще дети запоминаем в основном самые такие тяжелые поступки. Из-за этого хочется отречься. И очень мало помню действительно хорошего. А вы знаете, хорошего было тоже много. Очень были приятные моменты и там с родителями, куда-то мы ездили, и какие-то были там подарки классные, и какое-то общение, и хохотали, и все. Но это как-то... Вытесняется. Вытесняется. Теми обидами, которые есть. Вытесняется теми тяжелыми какими-то моментами, которые пришлось переживать. И вот как бы для меня было важно их вспомнить хорошее, пережить это хорошее. И главное еще перестать быть родителем для своих родителей. Потому что когда ты ребенок как бы не самой там благополучной семьи, в конечном итоге ты становишься родителем для своих родителей. Ты берешь на себя ответственность. Ты берешь на себя, да. Ты за них волнуешься, ты переживаешь. Вы поели, вы там не выпили, вы там это, 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 это. А они не твои дети. Твои дети вот. Вот ими. По-моему, кто-то это объяснил. Дети мои мне объяснили. Все очень хорошо тоже. То есть когда родились дети, вы поняли, что... Когда рождаются дети, ты очень-очень серьезно пересматриваешь ошибки своих родителей. Ты понимаешь, что они все-таки просто в этой жизни. Что есть такие моменты, которые, ну вот, там не получалось у них сделать по-другому. То есть когда родились дети, они начали вас примерять с вашими родителями? Они не стали меня примерять. Нет, ты просто понимаешь, как сложно воспитывать детей. Ты понимаешь, как иногда слажена как бы жизнь, да. и когда люди теряют работу, теряют свою профессию. Все что угодно может происходить в жизни. Ты же как ребенок не анализируешь, что происходит с твоей мамой и почему она так себя ведет. Тебе просто обидно, почему она так себя ведет. И у тебя запоминается вот эта обида, обида, обида там, 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 там. Потом ты с этими какими-то обидами вырастаешь, потом ты понимаешь, что эти обиды мешают тебе жить. Они мешают тебе принимать решения, они мешают тебе воспитывать своих детей, и они мешают тебе во всем. Тебе нужно с ними как-то разобраться. Разобраться, да. Вы разговаривали со своими родителями на эту тему, на тему своего детства? Да, разговаривала на тему своего детства, и были даже какие-то с мамой такие вот как бы такие огненные моменты. Вот. И мама мне сказала, что ее не устраивало. И могу сказать, что эти замечания были очень полезными, справедливыми, да. Справедливыми. Ну, допустим, вот она там сказала, хватит уже там во всех интервью, там, говорить, там, что мы там выпивали, мы уже давно не выпиваем, вообще мы уже живем другой жизнью. Я такая думаю, да, действительно, надо как бы пересмотреть свое отношение. Пересмотреть, да. Что-то я как-то вообще... Я считаю, что мы должны уметь говорить друг другу прости. Ваши родители смогли вам это сказать? Да. И они смогли, и я им смогла. И, вы знаете, намного легче. Почему ваши родители изменили вам процесс жизни? Кто на них повлиял? Я, конечно, повлияла на них. Чем? Показала им, что жизнь может быть другой. Как буквально вы это делали? Поездки, какой-то смысл, там, строили дачу, там, еще что-то. То есть они поняли, что они не просто вот все, лузеры. Советский Союз распался, всех до свидания, больше никто не нужен, все свободны. И все достижения обнулились. Ну да, на самом деле у меня там и мама очень хорошо работала, она в сфере торговли работала, и тогда это как бы было реально круто. Папа у меня там инженер-конструктор, то есть он прям реально очень хорошо израбатывал, я помню, прекрасно жили там. Ну, если говорить, там, китайские платья, там, стенка, ковер, хрусталь, там, ну, мы реально круто жили. И потом вот этот надлом случился, который я-то не помню вот этого всего. А сейчас я вот так пересматриваю, да, что пришлось вообще этому как бы поколению пережить, как их просто вот, я не знаю, учителя взяли сумки и поехали на рынок торговать, это как бы, ну, это пипец. И мне, для моей задачи была их замотивировать на жизнь. Потому что просто лечить там туда-сюда, это все такое, это сложное заболевание, оно может в любой момент там просыпаться. И мне очень хотелось было вот, чтобы эти весы просто перевесили, чтобы они, им было в кайф и жить этой жизнью. И это получилось. Они вам говорили за это спасибо? Да, они все время говорят спасибо, вот сегодня только мы завтракали вместе, они приехали девчонок навестить, и все время говорят спасибо. Мне кажется, это очень важно, когда все благодарят друг друга. самое важное, не думать, что тебе вообще кто-либо что должен. И сразу все, и сразу все в порядке. Даже если там где-то сказали, не сказали, ты же что-то делаешь для себя, прежде всего. Для своего спокойствия, для своего ощущения, что, да, вот все у меня тут нормально, тут нормально, тут нормально, и тут нормально. Вот. Поэтому, прежде всего, конечно, я сама, как бы, да, получила удовольствие от этого, а они уже тоже супер. А ваши мамы и папа отпразднали не так давно 30-летие совместной жизни? Да. Вообще поразительно, что они сквозь все эти испытания прошли вместе, и семья не распалась? Любовь. Она распадалась, мама уходила, там даже, помню, мы там долгое время дома не жили, уходила от папы, там вообще там целые были такие, вот такие, вот такие, американские горки, да, но сегодня они просто, они просто не могут друг без друга дышать. Он едет за ней на спорт, она ему готовит еду, мама тут вообще, ну, они просто вот друг, друг в друге, они вообще не знают. Мама говорит, ой, если отца не станет, я поверюсь. Я говорю, мам, а можно что-то попозитивнее вообще? Будем жить долго и счастливо. Ну, вот такие вот у нее, да. Бабушка, которая так благодарна, тоже жива? Да. Ей? 93. 93. Вот это, гвозди вы делаете из этих людей, вот это поколение. Вообще. Что пришлось на ее жизнь? Ой. Какая, вообще, через что только она не прошла и что только она не пережила? Вообще, даже страшно подумать, вы знаете. Но самое страшное, она говорит, это старость. Как она вам это объясняет? Почему самая страшная? Мы очень много говорим с ней о возрасте, мы говорим о ее детстве много, мы вообще долго с ней любим разговаривать, или в машине я еду, у меня всегда сразу наушник, мы с ней, там, я куда-то еду, час-полтора мы болтаем. Или я, как бы приезжаю, стараюсь там раз в две недели, не обязательно заехать. А что самое страшное для нее в этой старости? Что, здоровье или? Ну, здоровье, да, и спина болит, и ноги, и давление, и все. Угу. А она говорит, лучше об этом не будем, давай о чем-нибудь интересном. Ну, это, говорит, самый большой вызов оказался. Это вызов, да, это вызов. Потрясающе. Поэтому старости я боюсь. С другой стороны, я хочу увидеть внуков, я хочу увидеть взрослых детей. То есть я все это хочу, но я хочу быть здоровой. Знаете, был какой-то писатель, который создал свой идеальный мир. И там в этом, значит, мире люди живут, здоровые, красивые. Только они потом приходят, значит, съедают там таблеточку, и... Счастливо до свидания. Счастливо до свидания. Вот было бы круто, конечно. Я за такой идеальный мир. Участие Саши в вашей творческой судьбе чем обосновано? Почему время от времени он выступает вашим продюсером? Я ему в этом году дам премию «Продюсер года» называется. Мне безумно помогает, потому что моя жизнь, это сцена, это то, чем я занимаюсь, это и есть моя жизнь. Мне все время нужен кто-то, от кого я хочу. Мне нужно от кого-то отталкиваться. Мне нужно с кем-то это обсуждать. И так получилось, что Саша вроде бы совсем не из-за этой профессии, но он реально шарит. Он реально понимает. Потом он... Я даже помню, извините, что я перебиваю, но я помню, что в самом начале, когда вы только такой то ли поженились, то ли начали встречаться, он познакомился с Максимом Фадеевым и... Он написал стихи. Да. То есть он очень быстро включился именно в ваше творчество. Он включился, да, потому что они как-то с Максом подружились, и Максу, как я поняла, тоже откликнулось, что он вроде не профессионал, а шарит. То есть какие-то вещи там, ему задаешь вопрос, он раз там ответил, такой, да. И тогда же они с Максом решили заниматься мультипликацией, сделали большой мультик вместе с Савва, и Саша там так серьезно прокачался, и сейчас профессионально занимается мультипликацией. Сейчас на экраны под Новый год будет выходить фильм «Баба-яга», полнометражный мультик. В котором Саша? В котором Саша является продюсером, сценаристом, ну, одним из, ну, очень много, что он сделал для этой работы. С ума сойти. Лида там, кстати, озвучила главную героиню, елки-палки. Спела главный, значит, как бы сингл песни, сингл к мультику. Да. Вот, маленькая Верочка тоже озвучивала там А что делали вы? Ничего? А я ничего. Вот это да. А я просто Глюкоза Продакшн, которая выпускает тоже этот мультик, то есть совместно с Art Pictures, как раз это то, о чем я говорила, почему Глюкоза, да, то есть Глюкоза, это не только теперь девочка или женщина, которая поет, это еще и Продакшн, это мультипликационная студия, которая, ну, в частности, выполняет там заказы моих клипов и всего, то, что я выпускаю, то, что было там с Ленинградом. Вообще, очень интересная была тема, мы приехали, значит, в Индию, и мы там были где-то в музее, и там, значит, сохранился какой-то камень, и на нем было написано, и нам перевели потом там, что там три наивысшие точки как бы отношений между мужчиной и женщиной. Это там, там, типа, ну, секс, да, это первое, как бы, любовь, и самое наивысшее, это партнерство. Потому что, когда происходит вот эта нестабильность, и вот это вот, кто-то уходит далеко вперед, там, да, немножко на задворках остается, это очень влияет на семейную жизнь. Вопрос у меня относительно того, как раз, что вы упомянули, что ваши эксперименты с группой, группировкой Ленинград, и в частности с песней, которую написал Шнур, Жужу, что, собственно, спродюсировал клип, опять-таки, Саша. А не было идеи, чтобы целиком, полностью отдать продюсирование Сергею? Мы вообще сидели, думали, гадали. Там очень интересная история получилась. Мы думали, гадали, очень хотели снять крутой клип, и позвали режиссера Найд Шулера. Илья, он известен таким конкретным замесом на экране, и когда мы весь клип просчитали, мы поняли, что нам нужно искать какого-то суперкрутого спонсора, потому что все наши хотелки, а хотелок было очень много, даже нам как бы тяжеловато потянуть. И Саша говорит, блин, давайте все это просто нарисуем, все, что вы хотите. И так мы пришли вот к моменту, что нам нужно это все нарисовать. то ли часто недоволен Олей, и зарплатой тоже недоволен. Крутятся копелки в колесе, в нашем офисе и недовольны все. Это очень важная такая тема в вашей жизни, упущенная возможность, а именно не вспетая песня Лабутены. Да. Не только Лабутены, но еще кожаная сумка Прада. Которые Сергей вам предложил? Предложил. Почему вы отказались? Только как бы вот по-моему Верочка родилась, только вот вышла как-то из декрета туда-сюда, советовалась с Максом, он говорит, слушай, мат, не знаю, там туры-пыры. Как-то было сомнение, что ну жестко слышно. А что Лабутены вышли потом сильно-сильно много лет спустя? Нет, они не сильно много лет спустя, но Вере было там годика три, может быть четыре, я уже не помню, когда там выходили Лабутены. Вот, но я как-то еще много позиционировалась как мама, там вот это все. И как-то переживали, там рекламные контракты, а как это, ну все же это очень так неизвестно. Показалось жестковато. А надо было рискнуть. А надо было рискнуть, А почему вообще у Сергея родилось такое предложение к вам? Это что, просто спонтанный ход? Мы дружили, всю жизнь дружили вместе, он выступал на нашей свадьбе и все остальное, то есть мы как-то как бы друзья. И как я поняла, он тогда переформатировал как бы свой проект, и он искал женский голос. И настроение, характер, вот эта наглость, такая немножко пронзительность, такая звонкость в вокале ему хотелось. Ну и вообще мы хотели, он хотел делать коллаб. Я тоже с удовольствием, потому что я всегда как бы я там сейчас не кокетничала, ой-ой-ой, там я все равно ругаюсь матом, это понятно, и там с удовольствием хожу на группу Ленинград. Потому что это такой некий выплеск каких-то эмоций. Я так же могу сходить и в театр, это не говорит о том, что я там либо черная, либо белая. Понятно. Вот. И потом прошло время, я посмотрела на лобутены, посмотрела на сумку, поняла, что я профукала. Шанс-шанс, да, профукала. Так неприятно, конечно, это в жизни, когда ты ошибаешься. Но потом я сняла трубку и сказала, все, я хочу, давай, давай, пожалуйста, 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 что-то делать. Он говорит, ну давай, приезжай в Питер, у меня как раз здесь выходит альбом, и у меня, говорит, есть трек. С другой стороны, знаете, я как бы все время тоже себе задаю вопрос, а вдруг, если бы я спела три, то у меня бы как бы вот эта большая машина под названием Ленинград бы просто поглотила, да, и какая-то моя вот индивидуальность и вообще то, что я как бы, да, глюкоза, просто глюкоза, могла бы, может быть, там подисчезнуть, потому что с кем бы Сережа там не работал, его авторитет, его мощь, она как разна, его харизма, да, она съедает. Вот, поэтому неизвестно. Вообще, неблагодарное дело о чем-то жалеть, сидеть там, что-то думать, а если бы, да кабы, есть так, главное, что оно есть. Это в моей биографии есть. Но если возвращаться к вопросу о каком-то переформате, ну, в жизни же, вот, даже то, что мы с вами говорили про возраст, это же тоже, ну, некий вызов, который нам ставит жизнь относительно того, что нужно меняться в соответствии с возрастом. Вы наверняка там следите в социальных сетях за звездами эстрады, не только нашей. Вот то, что происходит, например, с Мадонной, которая 64, как вам? Ну, обидно иногда, жалко даже. Обидно, обидно, что... Все равно, то, что она делала, это священно, неприкосновенно. Это вот в моем, как в этом, отдельном, как бы, коробочке во мне это лежит. Она реально крутая, она одна из первых, что многое сделала. Вот. А сейчас я не знаю вообще, что это такое. Я просто всем вокруг говорю, ребят, если со мной такое случится, просто сразу пристрелите мне, пожалуйста. То есть, мне кажется, просто нету кто-то рядом, чтобы как-то, не знаю, подсказал, что ли, честно, там, что... Ну, нельзя дойти, вот даже там, допустим, я обожаю Огурчинку, да, очень много там смотрела это кино ее, и много интервью ее посмотрела. Она великая, она просто великая, но вот эти вот, как бы, пластические операции, это все, это как заболевание. Это как заболевание. Оно прямо есть даже уже, как бы, есть, как бы, когда люди все время делают какие-то... Ну, как зависимость своего рода. Это как зависимость, адекватно оценить в зеркале. Я за то, чтобы женщина оставалась как можно дольше красивой. Я не против, там, пластической операции, там, какой-то там инъекции, да, которая, там, тебе действительно, ну, как бы нужна. Но я за то, чтобы люди как-то сохраняли себя. Ну, это все вот, как бы, здесь, здесь, и важно, какой мужчина еще рядом с тобой. То есть у меня, как бы, мне кажется, муж у меня первый, кто у меня прихлопнет, если я приду. Я еще в данном случае даже думаю не только про пластическую хирургию, насколько про вообще того, что она не, она, мне кажется, не сдается на милость возраста. То есть она сопротивляется этому. Она говорит, возраста нет. Это, значит, структура жизни, в которой... Это еще, как бы, способ еще оставаться в инфополе. Ага. Есть просто другие женщины, которые намного старше ее, но выглядят намного лучше. Но я вижу здесь в некую провокацию. Мне кажется, что могло бы, может быть, быть по-другому. Но мне кажется, что переформатирование, оно же касается всего и того, как ты выглядишь. Переформатирование, прежде всего, я имею в виду твой творческий материал. Вот. Но я вот к этому и веду, что если ты меняешься, то возраст тебя, ну, принуждает менять и репертуар в конечном итоге, и аудиторию, вероятно. Ну, «Танцы в России» у меня самое красивое «Опа», в какой-то момент придется отказаться. Либо делать попу, как у Магонны, либо не петь эту песню. «Танцуй, Россия» «И плачь, елоропа» «А у меня самая, самая, самая красивая «Опа»» Слушайте, есть много артистов, которые какие-то свои песни не поют. Там, допустим, Пресняков не поет стеордесса по имени Жанна. И это даже не касается его внешности. Он говорит, «Слушай, но я ее не пою, мне высоко туда-сюда, пожалуйста, спой, мы хотим». Да, отстаньте. Ну, в конечном итоге поет, все, он может. Добис. Ну, просто вот не для всех. Мне кажется, должно просто быть как-то все органично. Допустим, песня «Жужу», она вроде бы написана как бы в старом таком как бы стиле, да, есть какой-то камбэк. Для детей есть как бы family-версия, да, у нас без мата, а есть версия с матом. Вот. И на сцену там выходит сексуальная, там, в латексе, с хвостом. Пока то, что я вижу, как я выгляжу, и то, что я пою, у меня диссонанса нет. Ну, конечно, я задумываюсь и о материале, и о его, как бы, да, посыле. Но пока еще сложно говорить прям совсем о таком смене возрасте, пока только 36. И я считаю, что 36 это новые 18. Так что не настолько вы боитесь. Пока можно еще шалить. То есть вот руки-бедра пока... Руки-бедра, вы знаете, для меня эта песня, говорю, блин, ну все, если мы дошли до руки-бедер, ребят, блин, эта песня одна из самых прослушаемых песен из моего репертуара. Я начинаю смотреть видео, и люди, мне даже мой там врач сноматолог говорит, слушай, вчера я ездил на дачу, мои 10 раз через забор включали, эти руки-бедра. Она песня настроения, это не какая-то песня, в которой надо подумать, какой-то смысл найти. Эта песня, знаете, как зарядку сделать такую хорошую. Ты включил, и у тебя руки-бедра... Ты вошел в это настроение, или ты просто где-то там зажигаешь, или это какая-то новогодняя вечеринка. Эта песня сделана просто для хорошего танца. Там даже сделано это в стиле диско такого как бы сегодняшнего дня. И она реально заводит. Ну, одна из самых была популярных песен в ТикТоке, под нее было сделано какое-то нереальное количество видео. Вот. И еще под песню танцевач. Вышел на диска, парень танцевач. Все. Руки-бедра, 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 танцую, бодро-бодро-бодро-бодро-бодро. И ты меня глазами раздеваешь, ой-ой-ой, по-моему, бой, ты едешь со мной. Есть какие-то песни, которые вы уже больше петь не можете? Как, например, Володя, который говорит, что нет, стюардесса по имени Жанна не хочу, не могу, не высоко. Ему высоко. Ну, хорошо. Я говорю, давай спустим тонализ, и все. Хотя тогда, когда мы его попросили, он спокойно спел. Я думаю, он там тоже что-то это, кокетничает. Да я сейчас скажу вам, например, про свой опыт. У меня не песня, у меня что-то другое, но тем не менее. У меня была такая роль, в которой есть такой фильм, вы его знаете, «Безымянная звезда» называется, там замечательная, Вертинская играет вот эту такую полу, такую не от мира сего женщину, которая отстала от поезда. Вот они влюбились друг к другу с этим астрономом и прочее, и прочее. У меня это был спектакль, у меня была очень успешная роль. В это время рос мой сын. Ну, как бы, вот я выпустила этот спектакль, я его играла, играла, играла. И потом наступил момент, а это же история, в общем, про такую, ну, почти, она, конечно, не первая, эта влюбленность, но она какая-то такая наивная, такая прекрасная, такая нежная влюбленность, что у меня в какой-то момент это абсолютно, это не объяснишь никак и никому, и это может быть кто-то, какая-то другая актриса так бы не сделала. У меня вступило в огромное противоречие, что я приходила там будить своего сына, старшеклассника, в школу, у него росли усы и были волосатые ноги, которые я видела, значит, каждый веганский, каждое утро, когда я говорила, Андрюш, вставай, и он уже, в общем, поступал в институт практически, а вечером, условно говоря, я шла играть, какой-то, боже мой, какую-то такую любовь, у меня это не, ну, вот внутри, я поняла, не сконнектила это, ну, никак. Я уже не, я выросла из этого платьицы. Да, я вдруг в какой-то момент я поняла, что я больше не могу играть эту роль, хотя мне даже мой муж говорил, ты с ума сошла, ты прекрасно выглядишь, но ты выглядишь так, но ты можешь, я говорю, понимаешь, это вопрос не про то, что я могу, я не могу, я не могу, потому что у меня усы, но усы растут, и волосатые ноги, это он уже должен, это его история, понимаешь, это фальшь какая-то дикая, вот. Ну, это, наверное, еще про то, как ты готовься к следующему, как бы, периоду своей жизни, готов ли ты уйти из этого спектакля и начать другой. Да, но я знаю, что ты как бы... И если у тебя, допустим, предложение в новый спектакль. Нет, это всегда работает так, если ты от чего-то отказываешься, то святое место пусто не бывает. Значит, придет другое предложение в соответствии с твоим запросом. С твоим запросом, да, я тоже в это абсолютно верю. Поэтому я спрашиваю, есть ли песни, которые вы не можете петь? Так, что я не могу петь? А вы знаете, у меня такие песни, на самом деле, которые я могу до старости петь. Ну, вот, допустим, может быть, руки-бедра, руки-бедра нет, но опять-таки, если я буду выглядеть круто, вы прикиньте, выходит бабуля. И руки-бедра. Данцами просто зажигает. Я думаю, что, ну, как бы это будет фурор. Имя глюкозы прозвучит уже несколько иначе. Если это будет бабуля. Глюкоза. Да. Да, кстати, надо подумать что-нибудь над этим. А то, что существует рисованный персонаж до сих пор, это норм? Это счастье. Во-первых, я же, вы понимаете, я-то расту, у меня там все меняется, а у меня есть еще дети, которые только вот начинают слушать. Надо же, чтобы на тебе не одно поколение выросло, а несколько. Вот. А сейчас, конечно, задача такая, чтобы было. У меня вообще, я посмотрела свою аудиторию, я же там смотрю какую-то статистику, еще что-то. Каково, да? У меня вообще все есть. Но основная, такой костяк, это где-то 25, 30, вот туда 35. Такое основное. Очень развитая аудитория 50 плюс мужчины. Это возраст вашего мужа. Вот так. Они как зацепили вас, так до сих пор и не отпускают. Да, и я их тоже. Так. И радует, что есть и совсем такие там типа 16, вот 17. Но их меньше. Их меньше. И моя, конечно, задача подтягивать и эту аудиторию тоже. Поэтому я бы не отказывалась ни от чего. Главное, конечно, вовремя там не уйти в какой-то, не стать совсем смешной. Знаете, вот не хотелось бы, чтобы про меня сказали, ну там она такая, совсем с ума сошла. Вот это бы не хотелось. Сейчас, говорят, очень снова вошла в моду эстрада 90-х. Ну нулевые сейчас, нулевые. Ну то есть поехали снова руки вверх очень сильно с гастролями. Да, да. Ну руки вверх, вы знаете, это вообще, я считаю, какой-то феномен. Да, феномен какой-то просто вообще в нашей музыкальной индустрии. Они какие-то уникальные вообще ребята. То есть они никогда не выходили из моды? Они никогда не выходили, они всегда ходили, всегда слушали. Но надо дать должное Сереже, он прям реально очень крутой, он все время делает что-то новое. Может, кто-то и не знает. Кому-то, может, и не надо это новое. Кто-то хочет это старое. Да, да. Но он все время развивается. И без нового никто не будет помнить старое. Вы чувствуете свою большую востребованность сейчас? Да. Наверное, сейчас скажу, что у меня хороший период в карьере. Мне, конечно, всегда хочется больше, выше, сильнее. Но сейчас я поставила концерт, я к нему прям очень серьезно готовлюсь. Наверное, это моя сейчас самая большая мечта в жизни. Это в феврале 23-го года в Крокусе будет, кажется. Да, 17 февраля в Крокусе 23-го все жду. А как давно у вас был последний концерт? Ну, вообще, я все время где-то гастролирую, я выступаю на... Ну, вот, видите, это новая программа, которую вы сейчас делаете, как я понимаю. Ну, новая программа еще не была нигде в Крокусе, она будет... Вот, вот, я и говорю. Это для Крокуса, это будет как бы эксклюзивное шоу, которое потом поедет уже по, дай бог, по стране, если все будет хорошо и все у нас получится. Сейчас наша эстрада в достаточной степени опустела. Очень многих исполнителей, которые были так популярны, они исчезли. Как вы это ощущаете внутри своего сообщества? Внутри своего сообщества... Я сейчас, вы знаете, настолько вообще погружена как-то в свои какие-то вообще... Я иду какой-то своей дорогой. Ну, очень многие мои там коллеги, друзья находятся здесь, потому что творческая профессия это профессия жизни. Знаете, актер обычно умирает на сцене. Вот так. И все все равно не останавливаются и делают, и продолжают, и записывают песни. И настроение у всех, как я поняла... Боевое. Боевое, да. Ну, как минимум того, кого я знаю. Что касается новогодних праздников, действительно ли наблюдается какое-то снижение интереса к эстраде? Или это неправда? Нету снижения интереса. Вы знаете, какие бы трудные времена ни были, людям, наоборот, в это время еще больше. Хочется отвлекаться, расслабляться, переключаться. Но, конечно, люди в таком находятся тяжелом, непростом сейчас самочувствии, настроении и вообще жизненном таком состоянии. Но музыку, вы знаете, она лечит. Как ни крути. Музыка, театр, кино, книги, литература, это все нам помогает. Вернемся к вашей дочке. Младшей или старшей? Старшей. Младшая всегда так ревнует, говорит, почему вы про меня ничего не спрашиваете? Давайте поговорим про младшую. Простите про младшую. Давайте спросим, какие планы у Веры? Ну, я понимаю, что она сейчас совсем юная и, конечно, я говорю, доченька, да все про тебя спросят, все это, ты просто еще растешь. Она вот, она хочет быть актрисой, поэтому она, действительно, ей вот нравится это все, и сцена. Еще она танцами увлекается у нас очень, танцует просто вообще с пеленок. Всегда, всю жизнь танцевала. Я не знаю, если собрать все ее видео, кстати, вот надо прикололиться и реально собрать. Вот она просто, вот, я не знаю, с пеленки вышла и пошла танцевать. Вот такое природное чувство ритма. Короче, радует, радует, радует маму, но уже начинается у нас там подкраска. Но смартфон через год уже она получит, и поэтому мы не знаем, куда дальше ее рванет. Получит, точно. Что касается Рэй, знаете, есть такая теория, что любой ребенок хочет победить своего родителя. и в конечном итоге, и в конечном итоге, когда вы рассказывали сейчас про аудиторию, которая у вас есть, ну, к мужчинам 50+, пожалуй, нет никаких вопросов, к девушкам 25-30, ну, да, окей. Но вот, когда вы хотите подтянуть и еще другую аудиторию, по сути дела, вы ведете борьбу на ее поле. Конечно, да. То есть вы конкурентки? Абсолютно. Ну, вы знаете, у нее есть, на самом деле, у нее аудитория старше. У нее нету маленьких. У нее аудитория моего возраста. Вот это да. А потому что у нее тексты более взрослые. Они все пытаются что-то детское написать, а у нее не получается, потому что она как-то все равно обережает свое развитие. Как вы относитесь к тому, что вы в какой-то момент превратитесь из глюкозы в маму Рэй? Когда будут... Готовлю себя тоже к этому. Не знаю как. Ну, не хотелось бы, если честно. Хочется как-то, чтобы у всех остались свои позиции и никто никого как бы... Ну, с другой стороны, если говорить в профессиональном плане, я бы, конечно, да, мне хочется оставаться в карьере, мне хочется оставаться в профессии, мне хочется чувствовать себя нужной, важной и как бы в теме. Все, что касается меня как матери, для меня, конечно, прежде всего, самое большое счастье это счастье моих детей. И я могу быть тысячи раз популярна, востребована, у меня может быть сто концертов в месяц, но если мои дети несчастны, мне ничего это не принесет, ни счастья, ни улыбки, ни радости. поэтому, когда я буду видеть своего ребенка реализованным в карьере, в счастье, я буду за нее спокойной, я буду видеть, что все ее труды и все, что она вложила, все, это взошло, то это самое большое счастье для родителей. Ну, я уже становлюсь мамой Рэй, и тут проблема даже моя больше, или я должна просто оставаться и глюкозой тоже, и когда мне говорят мама Рэй, мне это приятно. Для того, чтобы не переживать, надо пахать, надо пахать, надо работать, надо творить, и тогда тогда все будет гармонично. Мне кажется, что вот за вашу такую небольшую жизнь, но вы сумели пройти как бы на самом деле несколько трансформаций, очень удачно, и самым удивительным итогом этих трансформаций можно назвать то, что всех членов семьи, которых мы сегодня с вами касались, это какой-то бесконечный круг любви. Как вам это удалось, если вы себя называете центром этой семьи? Мне не хочется называть себя центром этой семьи, но, наверное, так происходит. Все-таки вообще женщина и задача женщины быть центром семьи. Все от женщины. Женщина – это та, кто отдает. Ну, вот так придумано. Не знаю, мне так кажется, это моя философия. И когда ты излучаешь эту любовь, эта любовь все заражается вокруг, дети спокойны, муж тоже не нервничает. Но вы не думайте, что я живу в каком-то там райском вот этом... нет, это понятно, что это большой труд. Ну, да, и скандалы бывают, и ребенок скажет, там, дверью хлопнет, что ты меня не понимаешь. Как начинается, ты меня не понимаешь, я думаю, ну все, началось, когда ты меня не понимаешь. И ты начинаешь стараться, погладить. Ну, не понимаю, ну, ты объясни. Может, действительно, что-то не понимаю. От бабушки еще досталось это. Вот ее тепло такое. Она всегда, она всегда... Я не знаю, как она вообще выдержала моего подросткового возраста. Просто. Я не знаю. Она никогда вас не осуждала? Она меня всю жизнь обожала. Обожала со всеми моими против и не против. Вот бабушке зайдешь, мне даже иногда страшно. Музей. Музей меня. Музей меня, ну и детей, конечно, там везде, везде мои фотографии, везде все. То есть я ее как бы вот все. То есть можно сказать, что в каком-то смысле вы напитались бабушкиной любовью, которой вам хватило? Да, я просто привыкла, да, мне хватило. Вот она передала эту любовь. Поэтому вот просто питать их любовью, вот больше любви, 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 любви на все. Вот даже когда совсем дурят. Я помню, мои родители жутко все время ругались на бабушку. Хватит! Хватит ее баловать! Хватит! Ты ее будешь до последнего там подтирать туда-сюда. То есть вот прям у них война была, а бабушка тихоря, все равно. У меня там, Натуль, вставай, в школу. Я говорю, баб, мне ко второму. Натуль, вставай. Я говорю, баб, мне к третьему. Уже слышу, отец идет. Ария, давай, она у тебя тут школу прогуливает, а ты ей тут спать даешь. Бабушка говорит, да чего это школа? Жанку выспаться надо. То есть все оно как бы... Вопреки всему? Вопреки всему, вы знаете, да, именно на ней. Сложные времена, родители попали в такой замес, внучки росли так тяжело, а она любила вас всех бесконечно? Бесконечно. И вытащила. И вытащила, и вытащила своей любовью, своей выдержкой, своим примером. И слушая это, почему-то верится, что какие бы ни были закидоны у ваших детей или там вообще у всего этого поколения, это тоже, кажется, есть один рецепт, который можно преодолеть. Называется любовь. Называется любовь. Это вот, это все. Это лечит любые раны, это любой психоз уберет, это любую дурость выбит. Просто вот действительно любить. И все, тогда получится. Спасибо большое, Наташа. Спасибо, Юля. Очень рада была быть у вас еще раз в гостях. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Очень круто. Спасибо.